Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня, наконец-то, настал день X! И сегодня я иду покупать себе недвижимость, квартиру, прикиньте! У меня в голове просто это не укладывается. Вчера я позвонила в банк и уточнила тот момент, что сегодня я хочу прийти и забрать свой депозит. У меня, кто не знает, депозит в банке. Я не храню деньги дома и вам не советую любую копеечку, сразу кидайте в банк. Как раз и процентики вам накапают, и безопасно, в целях безопасности в первую очередь. Реально, у меня такой, знаете, волнительный сейчас момент, немножко дрожат руки. Я не могу поверить в это, не могу поверить! Я три дня назад смотрела квартиру, и вы знаете, как только я зашла в эту квартиру, я сразу почувствовала что-то родное. Я поняла, что она будет моей. Я кое-что хочу там переделать, она с ремонтом. Но я хочу кое-что переделать, потому что кое-где там отклеились обои. Вообще, отдельное видео будет про то, сколько стоит эта квартира, как я ее купила, как я накопила, сколько мне не хватало денежек, откуда я достала эти деньги. В общем, все вот связано с мотивационными моментами. Я вам отсниму в отдельном видео, чтобы не было такой каши. А сейчас я быстренько иду пить чай, и потом в банк за своими денежками. Потому что мне сказали, что до обеда могут доллары разобрать. У меня депозит лежит в долларе, и поэтому как бы нужно поспешить до обеда. Где-то нужно забрать денежку. Я пойду не одна, со своим дружным братом, с группой поддержки. Мало ли что, я еще очкошница-то. Чаечек на дорожку. И мама приготовила такой троицкий пирог. Там он, правильно, очень вкусный. Я даже хотела с ним снять мукбанг. Просто сейчас не до этого. Ну, блин, просто красота. Будет рецепт на мамином канале. Видишь, мам, пиарю тебя. Пришла я домой. Взяла моих родненьких. Все, скоро улетучатся они, мои родненькие. Но ничего, зато хатка будет. Мечта исполнится. Я прям не могу место себе найти. Сегодня даже мукбанг не снимал. Волнуюсь ужасно. К сожалению, мои хорошие, вчера нам не удалось переоформить квартиру. Не потому, что там есть какие-то глобальные проблемы с документами. Нет, мы просто не дошли до этого места. Дело в том, что продавец мне изначально говорил, что за день уведоми меня о том, что мы, например, завтра идем делать куплю-продажу. Мне нужно отпроситься с работы. Но проблема в том, что я не знала, смогу ли я забрать денежки из банка. По идее, вообще депозит нужно сначала прийти и сказать, что ты забираешь, а потом на следующий день тебе эту сумму завозят в банк. Но так получилось, что оказывается на кассе была нужная сумма и в той валюте, в которой мне нужно. Поэтому я просто пришла в банк, забрала денежки, сказала спасибо, вам удачи. Давайте до свидули, я иду покупать квартиру. Не, ну шучу, конечно, так я не говорила. Вот поэтому это все осталось на сегодняшний день. Даже больше скажу, где-то через час мы уже двигаемся в сторону Асанхидмета. У нас есть такой центр, мне кажется, это лучшее, что есть в Азербайджане просто. Ты, например, переоформляешь квартиру, или ты получаешь паспорт, или, не знаю, ты приехал из другой страны, тебе надо зарегистрироваться. В общем, все эти услуги ты можешь сделать в одном месте, не выходя из здания. Просто все услуги связаны, там юридические какие-то услуги, там, не знаю, развестись, там же сразу пожениться, зарегистрировать ребенка, оформить дом, прописаться. Все можно сделать в одном месте, это просто офигенно. Мне очень нравится Асанхидмета. Ну, в общем, сейчас не об этом, сейчас вообще не об этом. Я не знаю, как в других странах, но у нас это очень удобно. Поэтому я беру с собой двоюродного брата, точнее, двоюродный брат берет меня с собой, берем мамочку, собираемся с мыслями. Я так волнуюсь, у меня прям руки дрожат, такое ощущение, что я иду на какой-то экзамен, но очень ответственный какой-то, не знаю, это просто моя мечта, мечта всей моей жизни. И мне даже не верится, что она исполнится. Я только что снимала для вас мукбанг, и вы знаете, я вам не рассказала, и мне так тяжело было вам об этом не говорить, что я иду оформлять хату. Прикиньте, у меня будет свое жилье, жилье. Я иду как звезда, со звездочками. Уже наш выход. Как я вам? Это способ, который использовали еще прадедушка и прабабушка моей бабушки. В общем, вот так вот смотрят, получится ли все удачно или нет в какой-то волнительный день или в экзамен. Видите, получилось длиннее, бабушка, получится! Ура! Я не верю своим глазам, я хотела позвонить двоюродному брату. Он очень пунктуальный человек, но почему-то он внизу. Я в шоке. Нет, деньги взяла, паспорт взяла. Кроме паспорта и денег вроде ничего не надо. Обычно мой двоюродный брат как делает? Он говорит, например, в 11 я буду внизу. Мама сразу говорит, готовься полдвенадцатого. Мы знаем, где-то полчаса туда-сюда, это нормально. В этот раз я спускаюсь, я стараюсь позвонить ему. И вдруг мама говорит, он в машине. Я говорю, мама, не может быть, ты посмотри, это реально его машина. Мама говорит, нет, это болито. И мы такие смотрим, это он. Спасибо, не подвел в ответственный день. Что вы думаете сейчас произошло? Кстати, я купчу еще не получила, но уже все, мы переоформили. Это заняло очень много времени, на самом деле, намного больше, чем я ожидала даже. Вот, но самое главное, все это произошло. Я безумно рада, хотя все вокруг на меня смотрят. Я думаю, господи, я купила квартиру. Эмоции переполняет. Просто мама на меня так смотрит, как нас уморшается. Она говорит, что здесь такого? Она не понимает. Мои хорошие, с вами девушка, у которой есть квартира. У тебя есть квартира? У меня нет, 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 нет. Ни машина, ни квартира. У тебя есть квартир? Видите, ни у кого нет квартир крайней. Блин, у меня такая радостная, выжатая, как лимон, но зато переполняет эмоции. Сколько раз я сказала это слово, и вообще-то. Девчонки, вы меня часто спрашивали, где я работаю. Тут мы с братом вспомнили, что мы кое-что забыли на работе. И вот здесь работаю я. Это ага-центр. Крутой офис моего двоюродного брата. У нас на работе есть вот такая вот огромная парковка. Сзади ага-центра она находится. И очень удобно припарковываться здесь и идти к себе на работу. Конечно, лучше было бы, если был бы паркинг внизу. Но когда у меня будет тачка, я буду припарковываться здесь. Просто многим интересно. Я хотела этот момент вообще исключить из своего влога. Но потом я подумала, многие часто спрашивают, а где ты работаешь? А покажи, а почему нету влогов с работы? Вот. Главный успех на работе – это хорошее отношение с боссом. Как раз мы здесь близко были, нам позвонили. Поэтому нужно заглянуть в офис, так скажем. Ещё какая машина? Она на мели пока что. Я ещё всем вокруг должна. Какая машина? Здесь хороший лифт. Мне бы такой в новой квартире лифт. Это кабинет босса. Мне кажется, он и выглядит как кабинет босса. Здесь есть кофемашинка. Я обожаю здесь пить кофе горячий. Мебель от души. А вот это, собственно говоря, наша работа. Работа-работа. Здесь сертификаты тут всякие. Оборудование, которое мы продаём усердно. С чистым сердцем и от души. Мамочка уже нашла себе место. Мама меня прям поздравляет. Вы бы слышали это. Мама говорит, ты заслужила. Правильно, мам, скажи пару слов. Конечно, ты заслужила. Ты умница. Молодец. К сожалению, сегодня я вам показать квартиру не смогу. Потому что он сказал, что есть какие-то вещи, которые он должен забрать из квартиры. Я сказала, не проблема, когда хочешь. Не то, что когда хочешь. Он сказал, что через три дня сможет отдать мне ключи. И вот когда я получу ключи, я сразу вам отсниму и покажу всё, как что. Но по идее я уже всё видела. Можно было, кстати, и первый раз, когда мы пошли туда, поснимать немножко. Но ничего страшного. Пусть всё, что ему необходимо, он возьмёт. Кстати, он сказал, что диван он оставит там. Я хотела сказать, нет, спусти, пожалуйста. Там просто такой диван. Вот он сказал, что я тебе его дарю. Такой мужик хороший, вот реально, такой, знаете, с доброй душой. Вот прям чувствуется, да. Там была ситуация немножко с конвертацией. И получилось, я ему заплатила на 4 тысячи меньше. 4,5, 100 монат меньше я ему заплатила. Я ему сказала, что я могу эти деньги тебе вернуть, когда ты будешь мне передавать ключи. Он сказал, что нет, не надо, не пайся, обижусь на тебя. Прикиньте, обидеться, что я ему деньги дам. О, какой человек. Заняла самое почётное место. Пью себе этот горячий кофе. Очень вкусный. И обсуждаем моменты, что я вам не рассказала. В общем, квартира 53 квадрат. Она на 18 этаже. Это 19 этажка, то есть один жилой после меня имеется. Квартира однокомнатная. Это не студия, это полноценная однушка. И она очень красивая. Просто там нужен косметический ремонт. В большой комнате, в гостиной, так скажем, я хочу делать спальню. Там ничего переделывать не надо. А в комнате, где кухня, там клеились обои, поэтому надо кое-что переделать. Вот это я всё буду переделывать и показывать обязательно вам. Так, мои хорошие, я уже дома. Время 8. И, наконец-то, я могу вам обширно всё это рассказать. В такой, знаете, уютной обстановке. Видео будет очень длинное. Мотивационное. Так что, если у вас рядом нету чаёчка или кофеёчка, как говорится, запасайтесь этими всеми атрибутами. Я расскажу, сколько стоит квартира, сколько квадрат, где она находится, так скажем, какие варианты были. Вообще всё, от начала до конца, касательно квартиры. Вообще, конец этого влога я должна была показать хаус-тур, по идее. Просто так получилось, что продавец, он попросил у меня несколько дней, чтобы вывести свои какие-то вещи. Я вообще думала, что он мне ключи сразу отдастся, потому что в этой квартире ничего не было. Он мне попросил три дня. Я подумала, окей, как хочешь, пусть будет три дня или неделю. В общем, как только я получу ключи, я обязательно всё вам покажу, расскажу. Мы пойдём туда вместе, потому что эта квартира находится очень близко к моему дому. Она находится очень близко к метро. Это просто, знаете, плюнуть можно на метро. Там четыре минуты я прям засекала. То есть между мной и метро два здания. Вот два здания, потом метро. То есть настолько близко. Эти здания расположены тоже очень близко. Так что место расположения просто вау. Что касается этажности, как я ранее сказала, это 18 этаж, 19 этажки. После меня есть один жилой. То есть это нормально, я считаю, классный вид из окна, хороший проект. Она с ремонтом. Хотя изначально я хотела покупать просто чисто под маяк, чтобы она была пустая, без обоев, проводку сделать самостоятельно, всё-всё-всё сделать самой. Я даже хотела купить и просто оставить. Потому что многие меня спрашивают, вот зачем тебе недвижимость, зачем тебе квартира, если ты всё равно не собираешься туда переезжать. Я понимаю, что это очень даже логичный вопрос. Зачем мне недвижимость, если я всё равно живу с мамой. И вы знаете, переезжать на эту квартиру я тоже не собираюсь, потому что мы здесь живём в трёхкомнатной квартире. Одну из которых занимаю я, другая мама и третья бабушка. Мне безумно комфортно здесь находиться, просто потому что наша работа с мамой происходит как рука об руку, так скажем. Мама что-то снимает, например, я монтирую. Я что-то, например, снимаю мукбанг, она мне что-то готовит. В общем, мы друг друга помогаем и как-то коммуницируем, так скажем, на протяжении всего дня. Она может снимать что-то, я подхожу, как-то регулирую свет. Если я буду у себя на хате, так скажем, да, у нас не получится так хорошо взаимодействовать, снимать контент и так далее. Поэтому я думаю, что я никуда отсюда не перееду, а эту квартиру нужно заполнить и просто сдать. Вот такая вот у меня идея имеется. Просто некоторые спрашивают, вот ты собираешься замуж, говорила о том, что твой парень у тебя в квартире жить не будет. Естественно, мы в однушке жить не будем. Из центра города он не переедет ко мне в однушку, так что это забудьте этот вариант. Это чисто моя подушка безопасности. Если у вас там брак, любовь, все дела, и вы безумно счастливы вместе, я искренне рада за вас, но все-таки я считаю, что у девушки должна быть своя недвижимость. Мало ли что может произойти в этой жизни. Я с детства мечтала о своей недвижимости. Даже мне было 7-8 лет, у меня во дворе был такой домик, я его обустраивала, делала там занавески, пыталась как-то сделать огородик. Я брала гуашь и просто начинала красить этот домик. Он был вообще просто под стройкой, так скажем, рядом с сараем. И это была полнейшая ерунда, но я кайфовала от этого. И я вот с детства, с самого детства, я мечтала об этом дне. Я смотрела такие мотивационные видео. Наподобие того, что я снимаю сейчас для вас, я мечтала снимать это видео и рассказать всем. Я купила себе квартиру. Прикиньте, квартиру. Поэтому меня переполняет эмоции. Я безумно рада. Мне очень нравится эта квартира. Она с отделкой, но кое-где что-то надо подкорректировать. Например, в главной комнате, она, по-моему, 19 квадрат, там ничего менять не надо. Там обои, все свеженько, красиво, нормально. А вот на кухне я хочу поменять обои. И все, что я там делаю, я буду для вас снимать. Как я снимаю обои, буду снимать. Как я крашу стены, как я заказываю кухню. Все это хочу соединить в одно видео. Я думаю, что вам будет очень интересно посмотреть на меня со стороны, как строитель Айка. Айка Мокбангер, теперь будет Айка Строитель. Я думаю, это тоже будет очень-очень интересно и полезно. Я изначально хотела купить другую квартиру. Где-то месяц назад я ее посмотрела. И изначально мне продавец сказал, что он продает эту квартиру за 57 тысяч. Мы, значит, с риэлтором идем смотреть эту квартиру. И в последний момент, когда мы уже поднимаемся смотреть квартиру, он говорит, что он передумал и решил продавать за 60. Моя проблема заключалась в том, что я показала свою заинтересованность. Не надо этого делать ни в коем случае, если вы тоже покупаете недвижимость. Не показывайте, даже если вам прям очень понравилось. То есть указывайте на недостатки и так далее. Я допустила такую ошибку. Эта недвижимость была на девятом этаже. У меня во дворе, так скажем. И меня все устраивало. Просто эта квартира была по габаритам намного меньше той, что купила я сейчас. То, что я купила сейчас, она более просторная. И, следовательно, дороже стоит, как понятное дело. И когда он сказал 60 тысяч, меня это немножко разочаровало, так скажем. Я сказала риэлтору, что, наверное, давайте подождем. Риэлтор сам тоже сказал, что так дела не делаются. Если человек настолько безответственный, он завтра, там, не знаю, когда мы пойдем оформлять, ты уже наличишь свои средства, он может сказать, что нет, не 60, давайте 62, к примеру. Поэтому я ему сказала, что я за такую цену не готова приобретать. И он сказал, что 60 и точка, ниже я не спущу цену. Можешь искать, где хочешь, недвижимость. То есть в культурной форме, естественно. Хотя человек был очень-очень обеспеченный. Казалось бы, для него эти деньги, это вообще копейки. Но я начала смотреть и дальше. Хотя мне риэлтор сказал, что давай просто подождем. Он спустит цену и за 57 тоже отдаст. Я сказала, окей, но я продолжала смотреть, продолжала ходить. Все это я не снимала. Некоторые там писали мне в комментариях, что каждый вариант, который ты смотришь, почему ты его не снимаешь и не показываешь нам. Квартира это чье-то имущество. Я не имею права без ведома, например, хозяина снимать все эти квартиры и показывать на всеобщее обозрение. У меня не тысяча подписчиков, у меня большая аудитория. Может быть, человек не хочет, чтобы все его родственники знали, что он продает недвижимость. Потому что ситуации были разные. Я смотрела квартиру, и там женщина, например, мне сказала, что у нее, не дай бог, конечно, сын попал в тюрьму, и она вынуждена продавать квартиру от всех родственников. Она скрывает этот момент. Поэтому ситуации разные, я считаю, крайне неэтичные. Я иногда вижу в тиктоке, там люди просто берут, снимают, кого попало. Человек говорит, меня не снимай, меня не снимай. Он продолжает снимать. Я считаю, что это просто верх без культуре. Поэтому я считаю, вот квартиру, которую я приобрела, уже вот после приобретения, когда я получу ключи, через где-то 2-3 дня, уже тогда я смогу снять для вас полноценный влог, или, как сказать, хаус-тур по своей квартире. Как я уже сказала, это 18 этаж. Квартира мне обошлась в 65 тысяч монат. Но она с отделкой, естественно. Кое-где, конечно, нужно переклеить обои, но так, в общем и целом, меня все устраивает. И всей суммы у меня, к сожалению, не было. Но квартиру я взяла не в ипотеку. У меня было всего лишь 57 тысяч. Оставшие 8 тысяч я взяла в банке, в кредите. То есть, это не ипотечный кредит. Это обычный потребительский кредит, который я должна выплатить за 1 год. Поэтому 1 год на мне ноша, которую я должна таскать. Но я думаю, что я быстренько закрою этот кредит тоже. Просто не хотела упускать возможность покупки этой квартиры. Потому что она мне нравится. Она очень хорошо расположена. Я вам изначально тоже говорила, для меня самый главный фактор в покупке квартиры было то, чтобы она была рядом с метро. Вот очень близко к метро. Потому что в дальнейшем ты будешь ее сдавать. На это все будут обращать внимание. Также другие плюсы. Мне нравится МТК. Много чего мне нравится в этой квартире. Я безумно счастлива. Сегодня меня переполняют просто эмоции. Я в инстаграме выложила, что сегодня для меня очень важный день. Я исполняю свою мечту. И все сразу поняли, что это квартира. И у меня мама тоже меня хвалит. Папа звонит там, поздравляет. Говорит, что вот дочь свои годы купила себе квартиру и так далее. Вы знаете, я смотрела много таких видео. И когда-то представляла, что вот я тоже буду сидеть и вам все это рассказывать. Так вот купила, там не знаю, на этом экономила, на этом откладывала и так далее. Вот я смотрела и все говорят, я на всем экономила просто. Я ничего себе не покупала из косметики. Я ничего не покупала себе из одежды. Смотрю-смотрю видео. Потом, не знаю, листаю другие видео этого же человека. И там покупки. Не знаю, как я увеличила губы. Как я, не знаю, сделала себе виниры и так далее. Что касается меня, я не могу сказать, что я отказывала себе во всем. Это будет просто вранье, если честно. Вот. Я просто откладывала где-то, наверное, 70% своего ежемесячного дохода. Обязательно. Каждый месяц. Не в зависимости от того, например, какие у меня могут быть выйти расходы в этом месяце. Обязательно. Минимум 60% своей зарплаты я всегда откладывала. Но в то же время я позволяла себе купить что-то. Например, какую-то одежду с шейном. Не знаю, какую-то косметику. Возможно, какие-то процедуры. Например, ногти я делаю сама. Это тоже экономия какая-то. Правильно? Например, я хожу на лазерную эпиляцию. Вот это тоже расходы, к примеру. Можно было эту квартиру купить намного раньше, если бы во всем себе отказывать. Но если честно, например, ты работаешь и во всем себе отказываешь, я себя чувствую ущемленной. Я не могу так жить. Ведь все мы люди и все мы разные. Я получаю кайф, как-то мотивируюсь от того, что я что-то себе покупаю. Может быть, я шипоголик в какой-то степени. Но я считаю, что если я могу копить, это уже хорошо. А то, что я себе что-то иногда позволяю, ну не иногда, я считаю, что ничего плохого в этом нет. И когда в Мукбанках я говорила о том, что я могу себе позволить в месяц одну брендовую вещь, я имею в виду Prada, там Gucci, Louis Vuitton, одну какую-то вещь я спокойно могу себе позволить. Некоторые мне в комментариях писали, да ты вообще знаешь, сколько стоит эта вещь. Извини меня, я покупаю квартиру за 3 миллиона, и я накопила эту сумму за 3 года. Следовательно, у меня есть доходы, раз я покупаю эту недвижимость. И моя экономия как раз-таки заключалась в том, что я не позволяла себе настолько дорогие вещи. Я просто одевалась, не знаю, там Шиин, Китай, могу куда-то там, не знаю, в Нью-Йоркере пойти одеться спокойно, без никакого, знаете, ущемления себя или вот. Или, например, я не могу сказать, что я постоянно передвигалась на такси. Вот у меня абсолютно этого нет, я спокойно могу сесть в автобус, и там, например, меня кто-то узнает, мне ни капли не стыдно. Я могу пойти на рынок, купить себе, не знаю, овощей, фруктов, и опять же, нету такой неудобной паузы, что вдруг меня кто-то увидит. Поэтому по таким вещам я вообще не комплексую, но я считаю, в любом случае, на что бы вы ни копили, нельзя на всем себе отказывать. В таком случае у вас не будет сил что-то новое делать, что-то новое создавать. Вот я, например, сегодня утром опубликовала видео опять с покупками Шейн, и некоторые пишут, зачем тебе столько одежды, вот нафига это надо. Эта одежда стоит недорого. Я 2-3 раза надену эти платья, и я буду чувствовать себя счастливой. Когда у меня появляется этот гормон счастья, мне хочется снимать для вас мукбанки, радоваться жизни, что-то делать. Поэтому я считаю, что во всем себе отказывать это неправильно. Просто надо рационально смотреть на свои доходы и понимать, сколько конкретно ты можешь отложить, и никогда не тратить всю зарплату. У меня даже были времена, когда я зарабатывала, не знаю, там 600 монат, и при этом я все равно откладывала где-то 300 и жила на 300, понимаете. Сейчас просто на мне расходы и домашние, это свет, газ, не знаю, все, все. Я очень надеюсь, что мое видео сумело вас замотивировать, мне уже звонят. И вы тоже будете идти к своей цели, поверьте мне, все мечты осуществляются, надо просто стараться, работать, пахать, и все получится. А я безумно счастлива в ближайшее время, надеюсь, что он мне отдаст ключи, и мы с вами пойдем туда смотреть, что как почем, и потихоньку делать ремонт. На этом все, спасибо, что досмотрели это видео до конца, всех люблю, целую, пока!